Мы имеем преимущество поразмышлять о удивительном месте Писания. Оно записано в Откровении, которое говорит о двух свидетелях. Вот это место, оно записано в Откровении, 11 главе, стих 3 написано «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, и дам двум свидетелям моим». Кто же эти два свидетеля, о которых говорит книга Откровения? Далее здесь написано, это суть «две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Ну, мы знаем, что Слово Божье говорит так «Слово Твое светильник». То есть, именно Слово Божье названо светильником. Но почему два свидетеля? И Писание открывает нам, и открыто также и в пророческой книге «Великая борьба» на странице 267, что два свидетеля — это Ветхий и Новый Завет. И Господь Иисус учил, когда Он был на земле, Он сказал такие слова. Это в Евангелии от Яна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Какое Писание было в дни, когда Иисус говорил эти слова? Тогда еще апостолы не писали посланий, не писали Евангелий. Это был только Ветхий Завет, пророки, псалмы. И Господь Иисус говорит, что Ветхий Завет свидетельствует о Мне, эти Писания. Ну, а Новый Завет о ком свидетельствует? И это записано уже в Евангелиях Нового Завета. Написано, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь». Итак, как Ветхий, так и Новый Завет свидетельствует о Христе. Ну, а почему же два? Может быть, достаточно было только Нового Завета? Нет. Писание говорит, что свидетельства одного свидетеля недостаточно для того, чтобы вынести приговор. Каждый человек предстанет на суд. Каждому нужно предстать на суд. И каждый получит возмездие. Кто вечную жизнь, а кто вечную смерть. И насколько это серьезно, избрание жизни и смерти. Поэтому одного свидетеля недостаточно. Поэтому есть свидетельства Нового Завета и свидетельства Ветхого Завета. И оба эти свидетеля о Христе. Итак, Ветхий Завет свидетельствует о Христе. Это может быть для нас открытием. Мы знаем, что там указан Господь Саваоф, Бог Авраама, Бог Иакова. Но это и есть тот же Бог, который явился во плоти. И мы знаем, что даже и Исаия часто об этом говорил. Как мы упоминали, Исаия в 8 главе, в 13-14 стихе говорит, «Господа Саваофа, его чтите свято, он страх ваш, он трепет ваш». И дальше говорит, он будет камнем преткновения, камнем соблазна. А мы знаем, что камень, который отвергли строители, но который стал камнем соблазна, это Христос. И Исаия в 54 главе также говорит, что «Господь Саваоф, он муж твой». А мы знаем, что Новый Завет называет, что церковь – это невеста Христа, она обручена Христу. То есть, оказывается, весь Ветхий Завет свидетельствует о Христе. И когда более трех тысяч раз Ветхий Завет упоминает, так говорит Господь. Кто это говорил? Писание открывает недвусмысленно, что это Слово Христово или Дух Христов, который свидетельствовал в пророках. Итак, это свидетельство Иисусова о Нем, и это Его Слово, Его свидетельство. «Ибо одни Адама голос Христа говорил через всех пророков», так написано в книге «Деяния апостолов». Давайте мы сравним немножко свидетельства этих двух свидетелей. Например, многие из нас помнят, как Давид говорил, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». А 94-й Псалом, 6-й и 7-й стих, там написано, что «Познайте, что Он есть Бог, а мы овцы Его». И так много раз в Ветхом Завете Господь Саваоф назван пастырем. Ну а в Новом Завете? А в Новом Завете Иисус прямо сказал «Я есен пастырь добрый». Таким образом, о Нем, как о пастыре, говорит и Ветхий Новый Завет. Либо в Ветхом Завете Господь Вседержитель назван имеющим врата смерти или держащим врата смерти. Это Псалом 67-21, в Его власти врата смерти. Когда мы читаем свидетельство о Господе Иисусе в Новом Завете, то Он сказал в книге «Откровения» 1 главе 18 стихе, что «У Меня ключи ада и смерти». Это о Господе один и другой завет, о Господе Христе. Или же Господь назван Царем, Искупителем, Господом Саваофом, и Он говорит «Я первый и Я последний». Это написано в книге пророка Исаия 44 главе 6 стихе. Ну а как же насчет этого? И это в Откровении написано, в Откровении 2 главе 7 стихом написано «Я был мертв и все жив, Я первый и Я последний». То есть оба завета говорят одно и то же. Почему? А потому что это два свидетеля об одном, о Христе. Тот же голос, тот же голос, который произнес в Ветхом Завете закон Божий на горе Синай, тот же голос, как это написано в книге «Желание веков» 158 страница, тот же голос произнес в храме «Уберите это отсюда», когда Господь очищал храм. И интересно, тот же Всевышний, которого мы избирали, которого избирал народ в Ветхом Завете, это 90-й псалом, его называют иногда как «Живые помощи». И вот в этом псалме написано, что «Ангелам своим заповедует охранять тебя на всех путях своих». Ну а Новый Завет что говорит? Чьи ангелы? Кому они повинуются? И в Новом Завете прямо написано «Сын Человеческий пошлет ангелов своих и соберут избранных его от края земли до края ее». Действительно, Ветхий и Новый Завет говорят об одном. И интересно, тот же Бог, которого испугался когда-то Адам, и Он сказал «Я испугался, поэтому скрылся». И когда пришел Иисус и открыл путь спасения, то тому же Богу в Новом Завете обращается Иоанн. И в последней книге Библии Откровения, обращаясь, Он уже говорит не слова страха, как Адам, который скрылся, но говорит «Ей, гряди, Господи Иисусе». Как интересно построена Библия. Она как одно целое, и она вся о Иисусе Христе. И интересно, в Ветхом Завете возлагали упование на Бога, и написано «Блаженково упование Господь». «Блажен, кто надеется на Господа», это весь Ветхий Завет говорит. И когда придет Господь Иисус во второй раз, что скажут тогда святые, которые будут именно сейчас Его избирать Господом? Они скажут «Вот Он, Бог наш, на Которого мы уповали». Итак, для нас сегодня открыта удивительная истина, что все Писание – это два свидетеля, Ветхий и Новый Завет, и они свидетельствуют о Иисусе Христе. Субтитры создавал DimaTorzok